Всем здравствуйте! С вами Ирина. Вы на канале Деревенские Посиделки. И предлагаю вашему вниманию небольшое видео об очень урожайном сорте редиса сакса. Вот я вам показываю свой собственный опыт. У меня уже есть видео о том, как она росла в теплице. В теплице тоже получился очень неплохой урожай. Значит, какие у нее преимущества? Смотрите. Ну, в теплице понятно, там условия идеальные, там тепло. Я ее посеяла в апреле. В конце апреля мы ее уже ели. Во-первых, очень короткий срок созревания, всего 25 дней. Во-вторых, думала, что в таких условиях холодных она у меня не вырастет. Но несмотря на то, что очень холодно, день уже удлинился, а редиска это у нас культура короткого светового дня. Смотрите, ботва у нее очень маленькая. Вот моя рука, видите, она очень-очень низкая. Но, тем не менее, видите, какие хорошие редисочки. Вот я показываю вам. Вот я сейчас ее прореживала. Это, конечно, не конечный результат я собрала. Потому что кое-где я загустела посадочки. Вот я ее проредила. Посмотрите. Несмотря на то, что ботва, видите, небольшая, результат очень-очень неплохой. Вот. И вот там она сидит, видите, уже очень-очень довольно-таки большие набрала, значит, свои плоды. Корешки. Мы корешки у редиски, да, едим они вершки. Вот, видите, да. Вот здесь я сейчас немножечко ее разряживала, потому что, ну, немножко загустела посадочки. Конечно, сеять пыталась, конечно, редко. Но семена достаточно мелкие у редиса. Не получилось так посадить редко, как хотелось бы. Вот, пожалуй, еще одну сейчас выдерну. Вот, видите, совсем небольшая ботва, а корешок очень довольно-таки уже можно кушать. Вот. Вот я ее разряжала сейчас. Поэтому всем рекомендую редис сакса. Сорт очень-очень хороший, устойчивый ко всем-всем морозам, перепадам температур. И в жару, в теплице, там жарище достигало 40 градусов. Она у меня в апреле прекрасно вызрела. Вот. И посмотрите на открытом грунте. Вот. И она устойчива, не вытягивается. В ботву не уходит. Вот сейчас я ее прорыхлила, немножко поразрядила. Потому что вот здесь некоторые рядочки я ее загустила, конечно, слишком сама виновата. Вот. Так что уж поверьте, как говорится, мне очень-очень хороший сорт. Пользуйтесь, сажайте. И ее можно несколько урожаев снимать за лето. Единственное, что лучше, конечно, ближе к августу, когда день становится короче. Потому что она не любит длинный световой день. Ну, вот такой вот сегодня у меня небольшой репортаж. Вот о такой чудесной редиске сакса. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Всем хороших урожаев.